Ассаламу алейкум, друзья! Помните, я делал видео про азербайджанского солдата, который попал в плен к армянским военным? Помните, я делал видео, как армянские военные спасали азербайджанского солдата, перевязывали ему ногу и оказывали первую медицинскую помощь? Так вот, эти продажные журналисты сняли репортаж, раздули целый спектакль, что они помогли раненому азербайджанскому солдату. В итоге они якобы спасли его и отправили в госпиталь. Сейчас я расскажу, что на самом деле случилось с этим азербайджанским солдатом. Видно, как армянские военные приближаются к азербайджанскому раненому солдату, снимают его. Один из армян обозвал азербайджанца матом. Азербайджанский солдат, который и так в плену, ранен, не испугался смерти. Солдат в ответку ему сказал сам такой. Наверное, вы заметили, что в начале видео у азербайджанского солдата нету раны на голове. В общем, один из русских корреспондентов перевязывает ногу азербайджанцу, дают ему сигарету, типа вежливые и заботливые. Потом русский корреспондент, улыбаясь как последний черт, приводит в чувство азербайджанского солдата. И мы замечаем рану у него на голове. Я думаю, над ним издевались, его били. Скорее всего, это рана от приклада, от автомата, которым они ударили его. Эти моменты, где издевались, они вырезали. А потом вот этот корреспондент уже приводит в чувство этого солдата. Даже теряя сознание, вот что говорит азербайджанский солдат. После этого азербайджанского солдата на носилках уносят машину. Типа его увозят в госпиталь, а позже отдадут азербайджанской стороне. Вот так вот заканчивается все красиво. Но через два дня один из подписчиков мне отправляет интересное видео, что того самого солдата везут в машине. И он на азербайджанском спрашивает, куда едем. Вопрос такой, сколько еще пропавших таких солдат, о которых мы не узнаем? Куда смотрят российские миротворцы? Я даже предполагаю, что его могли увезти на органы. В 90-е годы так делали армянские боевики с азербайджанскими женщинами и детьми. Вот, кстати, архивные кадры, где армянские военнослужащие забирают мальчика с собой на танке. Бабушка этого мальчика пытается забрать его обратно. Но армянские военные ее отталкивают и забирают ребенка. Дальнейшая судьба этого солдата неизвестна. И вы можете помочь найти его. Для этого нужно поделиться этим видео в WhatsApp и отправить всем. Скачать свои социальные сети, чтобы показать миру, что творится сейчас в Карабахе. Возможно, мы спасем еще солдат раненых. Если среди моих подписчиков есть люди в достатке, которые могут финансово помочь нашему каналу, пишите мне на почту или в Instagram. Нашему каналу нужна финансовая поддержка. Так как канал не приносит средства для содержания, YouTube не платит, когда на YouTube показывают серьезные темы, в том числе про войну. И самое главное, что вы думаете? Что случилось с этим солдатом? Обязательно посмотрите следующие ролики, они не менее интересны.